Музыка 22 мая христианский мир вспоминает Николая Чудотворца. В народной традиции праздник получил название Николы Летнего, в честь важного для всех христиан события – перенесение мощей святителя из Мир Ликийских в итальянский Бари. Венецианские купцы приехали в город Бари, взломали гробницу, где был похоронен святитель Николай, торжественно обернули его мощи верхней одеждой, погрузили на корабль и увезли в город Бари, где также было торжественное встретили, поместили в храм святого Стефана. И дальше, то есть некоторое время, то есть был там большой праздник в этом городе, в связи с прибытием этой великой святыни. Но в городе Мир Ликийский был плач и скорбь. Почему в церковной истории это сохранилось именно как праздник? Как великое событие, не как горень, как воровство, а именно как великое событие. Потому что, если мы посмотрим на историю Византии этого периода, мы увидим, что Византийская империя постепенно теснилась с востока то арабами, то турками. И постепенно христианские города оказывались завоеванными и погружались во мрак, в разруху, в разорение. Жизнь христиан на Востоке становилась все невыносимее. И решение о спасении мощей было принято в XI веке. Мы видим не человеческий даже промысел, не человеческий умысел, то есть не похищение святыни. Мало ли святынь была похищена во время крестовых походов, мало ли святынь была похищена во время воин всевозможных. Но эти святыни чаще всего оказывались потерянными, потому что они похищались с целью наживы, награды и прочее. А мощи святителя Николая были похищены по промыслу Божьему. И благодаря тому, что тогда они были вывезены из города Миры, столицы, области Ликии, эти мощи остались в целости, в сохранности. В городе Бари до сих пор огромное почитание этой великой святыни. Надо мощально выдвинуть храм, большой, который завершается богослужение. Следует отметить, что Николай Угодник имеет особое значение для православных христиан, особенно в нашей стране, где построено немало храмов, носящих его имя. Чествует Николая чудотворца также и 19 декабря. В зале района администрации состоялось еженедельное планерное совещание. Главные вопросы на повестке дня – дополнительные меры пожарной безопасности в летний период 2019 года. Деятельность библиотек 95-летия образования Северского района и переход на цифровое телевидение на территории муниципалитета. Выполнение требований пожарной безопасности в населенных пунктах становится крайне важным. Так, с установлением пожароопасного периода работа органов местного самоуправления существенно увеличивается. Устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности. В том числе приходится работать по привлечению населения в локализации пожаров вне границ населенных пунктов. Запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов, на земли населенных пунктов. Увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры. В районе имеется 11 населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. В настоящее время везде введен особый противопожарный режим. История Северского района связана с именами множества интересных выдающихся личностей, внесших свой вклад в ее развитие. О проведенной работе библиотек 95-летию образования Северского района доложила Галина Куролесина, начальник управления культуры. О переходе на цифровое телевидение на территории Северского района сообщила Диана Сидникова, начальник информационно-аналитического отдела. Телевидение, к которому мы привыкли, носит название аналоговое, и оно уже практически ушло в прошлое. Аналоговое телевидение имеет тот недостаток, что сигнал тут неустойчивый, возникают помехи, невозможно просматривать сразу же несколько каналов. А вот цифровое телевидение обладает защитой от разных помех. Смотреть цифры – это обеспечение высокого качества в плане звука, а также картинки. Зрители получают прекрасное изображение, которое не вызывает раздражения из-за разных проблем. 3 июня 2019 года в Краснодарском крае прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов. В связи с этим жителям необходимо заблаговременно позаботиться о настройке своих телевизоров, либо приобрести цифровые телеприставки. Среди обсуждаемых тем на планерном совещании рассматривался также вопрос о санитарном состоянии в населенных пунктах района. О том, как обстоят дела на территориях, доложили руководители поселений. Телефоны террориста атаковали Геленджик, Анапу и Новороссийск. Казаки Таманского отдела и Черноморского округа совместно с полицейскими охраняют порядок на местах оцепления. В Анапе проводится эвакуация аэропорта и торговых центров, Красная площадь и Перекресток. Из-за волны ложных сообщений о минировании эвакуированы посетители. А в Новороссийске неизвестные сообщили о минировании местного автовокзала, железнодорожного вокзала и торговых центров. На данный момент оцепление уже снято, однако еще пять дружинников дежурят на месте оцепления торгового центра Красная площадь. В Геленджике казаки-дружинники совместно с полицейскими стояли в оцеплении на территории нескольких объектов. Торговый центр «Пассаж», аэропорт и вокзал поселка Кабардинка. Все объекты обследованы полицией и казаками, угроз не обнаружено. В Северском историко-краеведческом музее прошла акция «Ночь музеев». Уже ставшая традиционной, она объединяет всех ценителей культурного и исторического наследия. В этом году Северский район отмечает 95-летие, поэтому особое внимание работники музея уделили истории и обычаям народов в проживающем муниципалитете. Перед гостями выступили представители греческой и адыгской диаспор, а краевед Валентина Киселева рассказала о быте казаков и цыган. На встрече гости не только поделились своими знаниями, но и продемонстрировали таланты. Например, посетители Северского историко-краеведческого музея смогли услышать, как звучит греческий народный инструмент «Понтийская лира». Также посетители акции ожидала выставка работ фотографа-любителей станицы Северской, члена географического общества Северского района Сергея Вересовича. На снимках представлены красоты района во все сезоны. Также Сергей – инициатор экологических акций на горе Собербаш. Вместе с друзьями он убирает мусор после нерадивых туристов, подавая пример другим. Ночь в музеях пролетела быстро, но все экспонаты выставки каждый желающий сможет увидеть, если посетит Северский историко-краеведческий музей до середины июня. Шары, флаги и ленты. Вовсе нетипичная атмосфера царила 20 мая в отделе ГИБДД Северского района. На территории госавтоинспекции прошел районный конкурс-фестиваль «Безопасное колесо-2019». В этот раз в ежегодном конкурсе приняли участие пять команд юидовцев. Перекресток Ильской школы номер 14, сигнал школы номер 6 поселка Афибского, Искра Северская школа номер 59, молния 44-й школы Станицы Северской и светофор школы номер 51 поселка Черноморского. В качестве судей выступили сотрудники отдела ГИБДД, а также приглашенные почетные гости. Желаю всем участникам конкурса удачи, крепкого командного духа, бодрости, спортивного успеха и движения вперед. Дорогие ребята, хочется вам пожелать удачи всем, чтобы просто провести весело это время, чтобы всем понравилось проявить себя, показать свои знания, правила дорожного движения. В общем, всем удачи. Главное не победа, а главное участие. Что безопасность здорового движения – это основа, это основа вашей жизни, основа вашего здоровья и основа того, чтобы вы были с нами. Поэтому я вам желаю только побед, только успехов. Вперед! Творческий коллектив «Дети солнца» поздравил юных инспекторов с праздником и подарил ребятам музыкальный подарок. Просто, просто, вы маленькие звезды. Пой песни с нами, танцуй песни с нами. Все знают, что ты, где я снимаю на движение. Ай, будешь круто, ай, ай, будешь круто. Конкурс состоял из нескольких этапов. Юные инспекторы движения приняли участие в тестировании по тематическим вопросам и показали навыки вождения велосипеда на специально оборудованной площадке. Круговое движение, узоры, змейка – эти и другие препятствия безошибочно преодолеть удалось далеко не всем. После конкурса фигурного вождения велосипеда ребята продемонстрировали знания правил оказания первой доврачебной помощи. Несмотря на дух соперничества между командами, конкурс прошел в теплой и дружественной атмосфере. Участники команд поддерживали друг друга, искренне радовались за успешное прохождение каждого испытания. Самое важное – это жизнь. Мы считаем, что это самое дорогое. Поэтому знайте, что, дорогие водители, всегда будьте взаимнобежливы и следите за дорогой. Дети, не выбегайте на дорогу. И помните, что дома вас ждут семья и пельмени. Самый волнительный момент фестиваля – награждение победителей. По результатам конкурса первое место заняла команда «Перекресток» Ильской школы номер 14. Все участники конкурса были награждены грамотами и ценными призами. Конкурс, несомненно, стал настоящим праздником для юных инспекторов движения и в значительной степени поспособствовал пропаганде безопасности дорожного движения. Иблокасное колесо 2019! 23 мая 2019 года в прокуратуре Северского района будет осуществляться прием граждан по вопросам соблюдения их прав и свобод. Прием проведет заместитель прокурора Краснодарского края Чупров Евгений Адольфович. Граждане организации могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка с 10 до 13.00 по адресу Станица Северская, улица Ленина, 71. Станица Северская, улица Ленина, 71. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение — это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрит более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная. И, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MP4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. Увидеть Москву с высоты птичьего полета предлагают жителям и гостям столицы. На крыше стадиона Лужники появилась смотровая площадка. Ее длина – один километр. По сути, ее можно смело назвать самой большой смотровой площадкой даже в Европе открытой. Мы находимся на высоте 57 метров. Это примерно как десятиэтажный дом. Отсюда прекрасные виды на весь Уго-Запад Москвы, не только на Юго-Запад, но и, в принципе, на всю Москву в целом. Со смотровой площадки открывается вид на МГУ, небоскребы Москва-Сити, здание Президиума Российской Академии Наук и другие знаменитые достопримечательности. Площадка будет работать по выходным. Входная плата – примерно 1000 рублей. Все гости во время прогулки будут надевать страховку. Стадион Лужники построили в 1956 году. Он находится недалеко от Воробьёвых гор и Москвы-реки. В 2017-м спортивную арену реконструировали. Теперь она вмещает 81 тысячу зрителей. Этот стадион самый большой в России и один из крупнейших в Европе. Во время Кубка мира 2018 в Лужниках прошли семь футбольных матчей, в том числе финальная игра Франции и Хорватии. После чемпионата руководство стадиона решило оборудовать на крыше смотровую площадку, которую называют уникальной. Что это за башня? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok